Несколько месяцев назад эта площадка была неприглядным пустырем, заросшим травой. Пешеходные дорожки, ступеньки, а также зеленая зона – все это постепенно появляется вокруг памятника военной истории. Практически завершена разводка электрики для фонарных столбов. На входе появится арка со светодиодной вывеской. По периметру парка установят ограждение. Местные жители с нетерпением ждут нового культурного объекта. Это здорово, потому что чем больше есть зоны для отдыха, и для пожилых людей, и для детей, и для молодежи, я думаю, что это хорошо. Я хочу прямо сразу сказать большое спасибо, большое спасибо. Почему? Я хожу часто на почту и все время вот тут траву дергала около погиб. Я к памятни. Вот, а сейчас думаю, оу, спасибо большое. Ежедневно здесь работает до 10 единиц техники и несколько бригад рабочих. Срок сдачи, обозначенный главой города, 25 августа. Строительство объекта Юрий Поляков держит на личном контроле. Проливные дожди в середине июля внесли корректировки в график и обнажили слабые места. Юрий Поляков поручил более детально проработать ливневую систему и усилить опорные стены вдоль главного входа. По словам подрядчика, новые вводные не повлияют на скорость работ, объект будет сдан в срок. Участок был достаточно сложный, перепад по высотам порядка 15 метров. Сейчас удалось выровнять эти массы за счет строительства дополнительных опорных стен. 2400 квадратных метров мы закрываем плиткой и порядка 2500 квадратных метров мы будем озеленять, закладывать травой и сажать деревья. Под озеленение пойдет больше половины сквера. Его общая площадь 4000 квадратных метров. Чтобы парк был вечно зеленым, здесь установят современную систему автоматического полива. Без этой системы в городе-курорте Анапа зеленых зон и быть не может. Это была аномальная жара. Даже по городу видно, что многие газонные части у нас приняли зеленого-рыжеватый цвет. Но там, где автоматический полив, там ситуация не изменилась. К 25-му все работы будут выполнены. После основных строительных работ здесь установят скамейки, урны и другие малоархитектурные формы. Сквер станет местом проведения массовых мероприятий и патриотических акций. Это подарок местным жителям годовщине основания Краснодарского края. Очередную дату на Кубани отпразднуют 13 сентября. Однако объект должен быть полностью готов уже 25 августа. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.